Оказывается, многие не понимают разницы между метаболитом и гормоном. Так вот, витамин D3 в таблетках, в каплях и абсолютно в любых пищевых добавках – это метаболит. Вот давайте посмотрим на наглядный рисунок метаболизма гормонов. Сначала мы имеем гормональный предшественник, который в нашем организме под воздействием биосинтеза превращается в гормон. И это как раз активное вещество, которое воздействует на наш организм. Красным обозначен кровоток, и гормон под литерой H перемещается в такие забавные тележки, которые спортсмены привыкли называть транспортом. Далее этот гормон переходит в наши ткани и начинает работать, передвигаясь по кровотоку в ткани-мишени. Если мы с вами говорим об активном гормоне кальцитриоли, то для спортсменов важно, чтобы он попал в митохондрии или в мышечную ткань. И все это будет стимулировать рост мышечной массы. После того, как гормон выполнил свою функцию, то есть прошел этап метаболизма, он превращается в метаболит. И уже после этого утилизируется нашим организмом. В данном случае через почки. Так вот, в таблетках витамина D3 мы с вами получаем настоящий метаболит. То есть гормон, прошедший метаболизм, который потерял свой функционал и требует утилизации. Называется он, в инструкции это написано, холикальциферол. В некоторых инструкциях пишут действующее вещество холикальциферол. Но скажу вам, как химик, такого вещества я не знаю. И если кто-то знает, то попрошу прислать мне формулу. Потому что принять это даже за ошибку перевода невозможно. Так как название холикальциферол происходит от холестерина. А в медицине как-то не принято называть холестерин холестерин. Но думаю, с этим понятно. Теперь давайте все-таки вернемся к метаболитам. Может ли наш организм их как-то использовать? Безусловно, наш организм может перерабатывать и мусор. Как, например, на мусороперерабатывающих комбинатах перерабатывают старые покрышки автомобильные. Но из них не получают новых колес. Как правило, такая переработка идет для уличных напольных покрытий. Обрезиненные детские площадки. Или, например, переработанный пластик. Из него не делают опять бутылки. А используют только как наполнитель. Что, в общем-то, достаточно дорого, но экологично. Поэтому метаболит никогда не заменит настоящий гормон. Именно по этой причине ни одна таблетка витамина D3 не работает. И работать не будет. Продолжение следует... Продолжение следует...